Доброе утро, друзья! 15 августа 2014 года, ровно 9 лет назад, 19 августа 2004 года, молодая и амбициозная компания Google вышла на IPO. Она уже тогда была довольно заметна и богата, но никто не предполагал, что этот недавний стартап будет играть такую роль в мире, какую он играет сейчас. О подобных компаниях наша программа. Программа «Роднад сегодня» рассказывающая о событиях ушедшей недели в области онлайна, цифрового пространства, электронной коммерции, интернет-бизнеса в целом. Мы звучим на 99.6 в Москве, либо онлайн на финанс.фм. Значит, смотрим на ушедшую неделю, расставляем точки над «и», акценты, указываем на самое, как нам кажется, важное и интересное. Делаю я это всегда вместе с моими коллегами, экспертами отрасли. Меня зовут Максим Спиридонов. Гость этой студии, эксперт этого выпуска Роман Тышковский, партнер и руководитель практики медиа в компании «Оджерс Бернстон». Приветствую, Роман. Добрый день. И Дмитрий Чистов, главный редактор журнала «Интернет в цифрах» и издатель «The Runet.com». Приветствую, Дмитрий. Почему-то не работает, Дмитрий, микрофон у него. Скажу для звукрестера номер 5. Вы видите. Слышим, Дмитрия? И снова здравствуйте. И снова здравствуйте, Дмитрий. Чудо, вы здесь. Значит, коллеги, мы отобрали для вас, ну и для всех наших слушателей, разумеется, прежде всего, 6 важнейших новостей и достойных внимания событий. Из них три мы обсудим быстро в спецрежиме, и три мы представили в виде развернутых новостных сюжетов, которые будем обсуждать как основные новости, основные хайлайты ушедшей недели. Вот эти три главных события, я сейчас их проанонсирую. Социальная сеть Facebook готовит собственную платежную систему. Поговорим о платежном потенциале соцсети, о том, может ли Facebook в конечном итоге завоевать мировой рынок электронных платежей, ну или вообще как это будет развиваться. Далее разговор пойдет об агрегаторе благотворительных организаций «Добро Мэйл.ру», который был запущен компанией «Мэйл.ру Групп». Станет ли сервис массовым, сможет ли положительно повлиять на отношения благотворительности в нашей стране, как вообще обстоят дела с благотворительностью онлайне. И третья новость. В завершении выпуска поговорим о наделавшем немало шума мобильном мессенджере «Телеграм». Он был представлен Павлом Дуровым на прошедшей неделе. Мы обсудим потенциал этого продукта, его сильные и слабые стороны и, собственно, вообще весь флер вокруг господина Дурова последнюю неделю. Как говорится, это, как говорил Доболонос, главных новостей программы. Сейчас в этом режиме пройдемся по двум другим важным. Трем. Рунет сегодня на Финам ФМ 99,6 в Москве. Да, говорился, извиняюсь, трем новостям, которые мы сейчас и разберем. Первый из них. На Яндекс.Картах появился новый функционал. Теперь при помощи картографического сервиса можно, к примеру, записаться на прием к врачу, в парикмахерскую или забронировать столик в ресторане. Казалось бы, небольшое событие, но потенциал его, возможно, весьма велик. Не находишь, Роман? Ну, потенциал на самом деле огромен, если им удастся сделать то, что они сделали с Яндекс.Такси, например. Да, когда... Когда они просто оцифровали целую отрасль. Они взяли, да, и отрасль постепенно сдвинули из одной точки в другую. И сейчас очевидно, что Яндекс.Такси в Москве уже играет значительную роль, в других городах они только запускаются, но 3-4 года и у таких сервисов, как Яндекс.Такси, будет, ну, я думаю, 40-50%. Я думаю, что классические, прежде всего, отомрут, или почти отомрут, вот классические таксопарки, вызов по телефону, они станут такой вот, ну, либо экзотикой, либо нишевой историей. А массовый рынок уйдет в приложение. Я думаю, скорее, что они будут подключаться к... Все-таки Яндекс.Такси — это сервис. Они подключаются к... К платформе, да. Да, вот, поэтому, конечно, классические таксопарки не умрут, как и не умрут классические салоны, потому что Яндекс пока не умеет делать маникюр. Но с точки зрения сервиса, как только большие салоны, большие сети, типа персоны или других, я не очень знаю, этот рынок, к сожалению, начнут подключаться, и трафик через них будет идти, то мелкие салоны в... Автоматически валятся. ...в локалы, они начнут вливаться, входить. И это будет, ну, вот эта критическая точка. Сейчас Яндекс.Кранта подключено уже 13 тысяч организаций в крупнейших городах России. Дмитрий, твое мнение? Ну, мне кажется, это все-таки продолжение такой несколько большей стратегии Яндекса, по крайней мере, снаружи она такой выглядит. Ведь по весне они в конце весны запустили Яндекс.Острова, так называемые. Да, это прямое продолжение острова, конечно. Это прямое продолжение острова, потому что острова — это некая штука, некий виджет, который внутри поисковой выдачи дает возможность, там, пользоваться услугами напрямую, да, а это то же самое ее продолжение в картах. То есть Яндекс движется в ту сторону, что он отдает уже бизнесу не просто посетителей на сайт, а непосредственно уже людей, заинтересованных в услуге, он отдает буквально покупателя, заказчика, клиента. Причем это во многом подарок малому и среднему бизнесу, наверное, потому как именно они не очень хорошо собираются в маркетинге и рекламе, они умеют представлять услуги, а вот как себя рекламировать, особенно в интернете, в новой такой цифровой среде, и порой непонятно. И вот эти парикмахерские в сотни тысячи, салоны красоты, не знаю, прачечные и все прочее, они, видимо, туда вольются очень органично. — Да, здесь, понятное дело, обиделись несколько те, кто получают именно трафик, да, так называемые переходы из поиска, посчитав, что эта штука уменьшит все-таки непосредственно поток от Яндекса, потому что Яндекс, так сказать, уже перестанет направлять, будет непосредственно сервис оказывать уже на своих страницах. — Яндекс будет приводить чистые лиды, Яндекс будет выступать как некий маркетолог на стороне, такой вот цифровой фрилансер корпоративный. — Ну, справедливости ради, я думаю, что это все-таки история четырех-пяти лет, не раньше, потому что, вот, готовясь к программе, я прочитал несколько интервью владельцев салонов, которые пользовались или пользуются другими аналогичными сервисами, да, и, в общем, все говорят, что если в неделю приходит один или два, да, посетителя, записавшегося через интернет, это уже хорошо, да, в сравнении с записью — это ноль. — Пока это все только начало, пока это вот, не знаю, напоминает мне эпоху зарождения огнестрельного оружия, когда луки и арбалеты были совершенны, и зачем-то брали эти мушкеты, минуту их заряжали там или две. Но потом в итоге это выросло в то, что выросло. — Тут, да, надо понимать, что это все штука, все-таки, наверное, больше заточена под мобильное использование, прежде всего. — Хорошо, значит, для того, чтобы представить возможность записываться через Яндекс.Карты, компания заключила соглашение с несколькими крупными такими сетями, это типа LeClick, GetTable — это базы данных различных салонов, салоны онлайн, TimeToVisit, InfoDoctor, DocDoc, Клиники Онлайн и так далее. В общем, первые полгода сервис будет бесплатным, а далее сюрприз — за каждого приведенного клиента Яндекс.Карты будут снимать процент с организации, то есть они будут подключать, то есть это будет такой внешний маркетолог. Поедем дальше. Торрент-трекер ThePirateBay выпустил собственный браузер. Веб-обозреватель, который носит название PirateBowser, предсказываемый, позволяет получать доступ к пиратскому сайту, даже если он заблокирован в стране пользователя. Это тенденция, Роману, такого рода продукция пиратских проектов или некая разовая инициатива? — Ну, во-первых, это уже, эта тенденция уже несколько лет. Тор-браузер есть давно, и вот это DeepInternet, DeepNet, он существует. — Они именно на базе Тора и построили свой? — Конечно, конечно. Это просто на самом деле некая дополнительная преимущество на базе Тора, определенным образом анонсированное. Другой вопрос, что это пока не изменит ситуацию, что Тором пользуются по сути только гики или люди продвинутые, которые хорошо это знают. А для массовой аудитории он недоступен, он не очень понятен. — Ну да, пока это не очень продукт. Но они, видимо, доточат до продуктов. Интересная цитата. Стратители браузера говорят, что продукт создан для внимания дальше. Цитата. — Обходы цензуры, которые в ряде стран, таких как Иран, Северная Корея, Великобритания, Индерланды, Бельгия, Финляндия, Дания, Италия и Ирландия, накладывают правительство, ограничивая свободный доступ к информации. России тут нет, заметьте. Они писали независимо. То есть, в общем, наверное, это хороший сигнал. Дмитрий, твой комментарий. — Ну, все-таки, да, России нет, потому что в России, несмотря на шумиху с принятием закона, еще более-менее свободный интернет, по сравнению, если с Ираном, да, там, сравнивать или с Северной Кореей. — Северной Кореей просто нет. — Северной Кореей может сравнить все, что угодно, и всегда будет лучше. — А я всегда говорю везде, что это лучший, как бы, путь цензуры. Если хотите что-то отключать в интернете, отключайте интернет, потому что другой не работает. Вот именно только северно-корейской модель работает. — Собственно, да, они пытаются сделать некий такой попсовый браузер, наверное, который позволит обходить, поскольку тема модная, что называется, да, и законодательные всякие органы в разных странах и правительство делают ее модной и актуальной. А это ответ, он всегда будет ответная сторона, всегда будет производить продукты в ответ на, да, там, борются с хакерами, хакеры улучшают технологии, борются со спамером. — Она пулиски красивая. В этом смысле еще одна новость, которую мы взяли в контекст разговора КПРФ и Пиратская партия России подписали совместное заявление. Вот это вот, конечно, было сложно представить ранее, однако в нем Компартия взяла на себя обязательство содействовать в рассмотрении петиции за отмену эти пиратского закона в Госдуме. То есть пираты и КПРФ объединились. Очень, мне кажется, логично то, что они нащупали эту возможность бороться за права угнетенных, как они полагают, в сети. То есть, видимо, дальше развитие будет и в России, и в мировом масштабе. — Да, пиратство — современный коммунизм. То есть, как бы, современные рабочие, которые приходят вечером с работы, не знаю, из офиса или что-то еще. — Не доедают. — Да, не доедают, не досматривают по телеканалу СТС, а мы какими-то в Воронинах. Вот они садятся в разные, в контакте или в рутрекере, или куда угодно. — И кто вы такие, чтобы лишать их этого права? — Абсолютно верно. — Вот полемика КПРФ очень логичная, наверное. — Непонятно, почему они раньше так... — За свободу, за труд и за свободное... — Ну, сейчас они нащупали, видимо, будет развивать-то. Коллеги, нужно заканчивать, наверное, закончим обсуждение. Впереди нас ждут три новостных сюжета по главным онлайн-новостям недели. Вернемся после выпуска новостей от коллег. Не переключайтесь. Ну что ж, продолжим. 11.17 в Москве. Программа «Родинат сегодня» от 19 августа 2019 года. Звучим на 99.6 в Москве или онлайн на финансовом.фм. Напомню также о возможности слушать нас в подкасте. Эта возможность имеется у каждого. У нас цифровое равенство, никакие антипиратские законы нам в этом не мешают. Поскольку контент бесплатен для того, чтобы слушать нас в подкасте, достаточно либо скачать онлайн с сайта финансовом.фм, либо найти в iTunes ленту «Ронет сегодня» и подписаться на нее, получать каждый эпизод. Что рекомендую делать? Для того, чтобы быть всегда в курсе происходящего в цифровом пространстве. Значит, коллеги, меня зовут Максим Спиридонов, эксперт выпуска Дмитрий Чистов, главный редактор журнала «Интернет в цифрах» и издатель «The Ronet.com», а также Роман Тышковский, партнер, руководитель практики медиа в компании «Оджерс Берстон». Вместе мы обсуждаем ушедшие 7 дней, расставляем, как я частенько говорю, акценты, указываем на то, что нам кажется важным, достойным внимания и интересным в точке зрения динамики развития. Совсем пару слов о том, что мы не договорили в предыдущем экспресс-обсуждении по поводу КПРФ и пиратов. Коллеги, как могло бы развиваться и как будет развиваться с вашей точки зрения, ситуация вот это вот социалисты, ну вообще левые, коммунисты, социал-демократы и прочее, и вот эта тема обделенности в глобальной сети, то есть для них это красиво, согласитесь, взять, подхватить, сказать, что действительно контент платный, это неправильно, или деньги берете вы несправедливо. Ну и вот, и как это может развиваться глобально в России и в мире, как думаешь, Аман? Мне кажется, что в России эта тема после 8 сентября затухнет абсолютно. Потому что это предыборное к мэрским выборам московским. По ощущениям текущим, это абсолютно мэрская история, что вот смотрите, мы как бы за обездоленных. А в мире эта тема будет развиваться, развиваться все сильнее и сильнее, и я уверен, что социалисты, европейские социалисты в том виде, в котором они существуют, они эту тему возьмут, и они будут ее развивать довольно активно. И, видимо, смогут красиво оформить, да, Дмитрий? Потому что КПРФ пока не получается. У них даже само заявление, я зашел на сайт КПРФ и это заявление, оно отсканировано плохо по качеству. Они пишут так... На коленке. Чужим языком, непонятным аудиторией, бессмысленно и нечитаемо. Ну и тут надо все-таки понимать, что вот тот антипиратский так называемый закон, который приняли, он имеет свои ряд недостатков, и его, в общем, противники, люди, которые хотят его изменить, не говорят, отрасль не говорит о никаком цифровом коммунизме и социализме все отнять и поделить. Все-таки речь идет о том, что закон криво написан и есть, что править, чтобы привести его в нормальное состояние, чтобы он был похож на здравые, там, всеми околомировые, там, ДМСЕ и так далее законы. Никто не говорит о том, чтобы все-таки коммунизм устроить. Хотя, вот как я уже сказал, непонятно, почему коммунисты раньше не взялись за эту тему. Она очень такая популистская, на ней можно ехать далеко и долго. Они просто, видимо, настолько были не в теме, что, ну, как бы не поймали ее. Наши коммунисты, они же находятся в несколько другом формате, они не исполняют реально коммунитическую идеологию. Поэтому, ну, вот сейчас там кому-то в голову пришло, щелкнуло, опа, ребята, мы пропускаем тему. Ну, да. Но если бы там была аудитория, молодой электорат, если бы там были молодые реальные люди, наверное, это бы случилось сильно раньше. Посмотрим, будут уже события, видимо, вот некий прогноз, видимо, активнее и активнее будут коммунисты и социалисты в мире и в России использовать эту тему, то, что в интернете все отнять и поделить, ну, то, что, собственно, используется и в оффлайне. Значит, идем дальше. Как говорил, первый новостной сюжет, первая главная новость, но перед ней, коллеги, давайте пофантазируем. Каким должен быть идеальный платежный инструмент в онлайне? Дмитрий. Ну, очевидно, что он должен быть, главное, наверное, две вещи. Он должен быть абсолютно безопасен и доступен на любых платформах. Это вот то, что людям даст возможность пользоваться им, такой продукт, который может потенциал иметь не только многомиллионный пользовательский, а многомиллиардный, наверное. Роман. Помимо всего прочего, он должен быть всегда с тобой, ну, вот априори, да, и он, по сути, должен быть еще как-то привязан к кредитам, таким образом, чтобы ты мог автоматически, ну, как бы, чтобы тебе могли автоматически эти кредиты выдавать, стимулировав твое потребление и тем самым загоняя тебя в определенные рамки, не давая соскочить. Задуматься, какую страшную историю вы нарисовали. Да, вот если бы все это безопасно, доступно в любой момент и привязано к кредитам, это же, зная людей, туда все идет. Да, по сути, это то же самое, что было с кредитными карточками, когда они появились там, наверное, 40 лет назад, да, потому что до этого людям... Ну, не у нас, да, в Америке. Ну, в Америке, конечно, там, где они появлялись. Да, тоже было ощущение, что у тебя всегда с тобой, всегда кредит, относительно безопасно, не было еще всех этих электронных мошенничеств. Так что просто это некая эволюция в следующей истории. Ну, сейчас к новости. Про Фейсбук, который в желании стать всем для всех конструирует собственную платежную систему. Социальная сеть Фейсбук готовит собственный платежный сервис. Как сообщает издание All Things Digital, инструмент позволит приобретать товары в приложениях-партнерах соцсети при помощи аккаунта, к которому привязана банковская карточка. Тестирование сервиса начнется в следующем месяце. All Things Digital довольно влиятельное интернет-издание, и оно считает, что этот продукт сможет стать конкурентом PayPal, который является лидером мирового рынка платежей. А что думаете вы на этот счет, коллеги? Роман. Для меня самое интересное в этой теме, что и Фейсбук, и Google, и Apple, и другие компании, и Amazon, и eBay пытаются создать свою понятную экосистему и максимальное количество элементов экосистемы в нее включить. Деньги при этом это важный элемент. Деньги — это кровообращение любой экосистемы, да, и поэтому Фейсбук не мог… Это, я бы сказал, кровь все-таки. Кровь. Кровь. Это не канал, это именно кровь. Конечно, это как бы то, что движет этой экосистемой. Поэтому, естественно, рано или поздно Фейсбук должен был к этому прийти, да. Он замкнул эту систему сейчас на себя, и дальше мы посмотрим, как это будет развиваться. Какое количество товаров будет приобретаться внутри сети, потому что на это же можно накручивать все подарки, которые они запустили в том году, да, Facebook gift. Потом вся электронная коммерция, которая будет внутри, все вышлисты, которые мы делаем по кругам для своих друзей и так далее. Вот все вот это будет крутиться внутри. Facebook будет это брать минимальную комиссию, он на этом гигантском обороте будет жить. Да, Дмитрий, твой комментарий. Ну, собственно, потенциал у этого… Здесь вопрос, конечно, реализации. Потенциал у этого огромный, как того же огромный, как аудитория Фейсбука всего, да. И как уже и Роман сказал, и я, он всегда с тобой, потому что Фейсбук — это мобильное приложение, которое всегда у тебя в кармане есть. Если там еще есть какие-то финансовые возможности появляются, это, опять же-таки, сразу попадает в карман огромная куча пользователей. Но вопрос реализации и… то есть может и не взлететь, грубо говоря. Как не взлетели, где сейчас Зинга находится, да, которая очень была зависима от Фейсбука и не стала все-таки моделью монетизации. Ну, говорят, Зинга там своя история корпоративная с чуть ли не мошенничеством. Но в итоге на нее были надежды, что это станет моделью монетизации Фейсбука, да, и оно вот не стало, в — Я привел бы другой пример. Ну, прежде оговорюсь, действительно, огромный потенциал есть у вот этой вот платежной системы. Там я уже видел, что там отдельно люди называют ее чем-то вроде, сейчас скажу, Paybook, то есть перефразируя PayPal, да, и Фейсбук — Paybook. Вот у этого Paybook, условного Paybook, действительно, есть огромный потенциал, просто в силу предпосылок. Огромная пользовательская база, личная, читай, кредитная история каждого пользователя, которую он сам составляет, рассказывая, куда он ездит, что он покупает, там, с кем он дружит и так далее. Вот. Однако у Фейсбука уже были такие, пускай небольшие, но провалы. Там не взлетел Facebook Home, вот, де-факто. При том, что, казалось бы, кому-кому, а уж Фейсбуку мобильную историю скулировать, ну, нужно. Пока не взлетел и, может быть, не взлетит. До сих пор не сделана своя железка. Хотя хотелось бы вроде как. Так, и попытки есть. Как думаете, удастся ли им справиться? И вообще, что должно случиться, чтобы у них состоялось и получилось объективно реальное платежное средство? Вот, как бы, подходишь к магазину, к кассе в магазине, и либо банковской картой, либо Фейсбуком платишь. Это, как бы, органично. Вот что нужно, чтобы это случилось, Дмитрий? Не знаю, может быть, в дальнейшем последует какая-то покупка какого-то сервиса, который они в себя агрегируют, чтобы сразу встать на кучу, так сказать. Ну, непонятно здесь. Я думаю, что основной путь, по которому они пойдут и с кем они столкнутся, это борьба с операторами. Потому что то, что сейчас делают мобильные операторы, они ровно идут по той же самой модели. Они хотят стать кошельком для своих клиентов. Потому что, ну, у каждого человека есть мобильный телефон, это очевидно. На этом мобильном телефоне есть деньги. Поэтому модель развития сейчас любого оператора в мире, если вы посмотрите, там, стратегию на пять лет, это предоставлять полный комплекс услуг, включая финансовые. Так вот. Модель развития любой корпорации замкнут на себе все нужды пользователя. Абсолютно верно. Просто, как бы, у мобильных операторов, к сожалению, текущий порог развития, это исчерпан. Им нужно искать новые методы. Да, все. Penetration стопроцентный практически. Поэтому они по этому пути идут. И на самом деле, я думаю, что Facebook, один из вариантов развития, это партнерство с большим оператором, типа Verizon или NTNT, да, совместно. Тогда эта схема начнет работать. Потому что тогда мобильный кошелек Facebook привязывается к твоему мобильному счету, с него все списывается, он автоматически привязан к твоему банковскому счету, и у тебя выстраивается некая вот это вот то, что называется финансовая экосистема, которая безопасна на всех трех этапах, от момента, когда ты вводишь информацию, от момента, когда совершаешь покупку. Самому Facebook поставить все эти точки по оффлайну, сделать так, чтобы все это было максимально безопасно, договориться с всеми банками, будет практически невозможно. Это очень дорого. А присосаться к кому-то, кто уже сделал половину этой истории, это вполне возможно. Для NTNT или Verizon, или, не знаю, дочетелеком, ну, будем смотреть, как они будут развиваться в мире, да, это тоже очень выгодно, потому что это доступ к миллиарду абонентов мгновенно. Ну да, вообще, контакт с Facebook по его пользовательской базе, в принципе, для всех по умолчанию удобен. Но здесь надо понимать, что, в общем-то, конкуренты тоже не дремлют. В принципе, Google идет по той же истории совершенно точно. И Google Wallet, который сейчас привязан к аккаунтам, чуть ли не там, не Google чата, да, где ты можешь просто деньги отправлять другому пользователю через чатик гугловый, да, и Google, который в Америке уже стал мобильным оператором виртуальным, да, сам уже влезая во все услуги. То есть здесь все-таки Facebook придется... А у Apple нечто подобное есть? Ну, напрямую нет, точно. Нет, вот так, чтобы с финансовыми возможностями, с такими нету ничего. Нет, при этом логично, потому что они должны построить такое. Там есть платежная система возможность покупки в магазинах, но они дальше не пошли. И они планируют встроить... Нет, на самом деле есть предпосылки. Есть твой аккаунт в iTunes, да. К нему привязана карта. В новый телефон они планируют встроить систему бесконтактных платежей, когда у тебя телефон будет являться кредитной картой. Да, и ты его подносишь как, не знаю, MasterCard PayPass, и все, и операции проходят. Вопрос, кто выиграет? Понятно, есть там сейчас 4-5 мировых монстров. Есть Google, есть Apple, есть Amazon, который пойдет по этому же самому пути однозначно. Есть Facebook. Вот будем смотреть на их конкуренцию. Ну да. Я, кстати, не удивлюсь, если через 2-3 года Facebook купит какой-нибудь банк мировой и уже на его базе будет строить, как это в свое время купил МТС. Значит, фактически будут биться интернет-корпорации на поле банков, на поле электронных платежных систем, и все смешается. Кошельки, да. Люди-кони в этой битве. А у нас мы будем смотреть, что будет делать в этом отношении ВКонтакте, вместе с мегафоном. Но в итоге выиграет пользователь, кстати говоря. Это хорошо, что так активно бьются корпорации за вот этот вот вкусный кусок пирога. Сейчас сделаем небольшую паузу обсуждений и продолжим говорить про главные события онлайна после выпуска новостей. На очереди большая и, надо сказать, симпатичная премьера от Mail.ru. Итак, продолжаем. Рунет сегодня, 19 августа 2013 года. Если вы не смотрели календарь, то сейчас цифра прозвучала, и вам уже не нужно это делать. Звучим на онлайн на финал.фм, либо на частоте 99.6 в FM-диапазоне в столице. Меня зовут Максим Спиридонов, эксперт выпуска Роман Тышковский, партнер-руководитель практики медиа в компании «Отджерс Бенстон», и Дмитрий Чистов, главный редактор журнала «Интернет в цифрах» и издатель «Зерунет.ком». Продолжаем обсуждать главные события. Еще одна важная, интересная новость, но прежде коллег, задам общий, наверное, философский вопрос. Развитие высоких технологий интернет от цифрового пространства, вокруг нас роботехники, если хотите, оно делает людей гуманнее или наоборот, Дмитрий? Вот сложно сказать. С одной стороны, гуманнее, потому что у тебя становится возможность проще дотянуться тебе до любого другого человека и помочь. То, что мы обсуждали, через какой-нибудь электронный кошелек и денег закинуть, помочь. А с другой стороны, это все попахивает, такой есть термин, салактивизм. Когда ты вроде бы активист, ты кому-то помогаешь, а на самом деле ты просто там что-то перепостил, лайкнул и так далее. И польза от этого непонятна, какая бывает. То есть такая профанация деятельности. Вот в некотором смысле. Более широко профанация жизни. Ну, наверное, так. Роман? Я не думаю, что на самом деле технологии вот в таком как это на виде влияют на гуманность или негуманность. Общество, оно в целом движется либо в одну, либо в другую сторону, в зависимости от того, какие паттерны включаются в том или ином формате. Я согласен с Дмитрием, что сейчас очень активно развивается такая спекуляция и некая виртуальная социальная жизнь. И следует виртуальной благотворительности. Я перепостил картинку собачки, которая потерялась. И в общем, как бы причастен. И доброе дело сделано на сегодня. И вроде бы ощущение, что доброе дело сделано. Хотя на самом деле в жизни ничего не изменилось, собачка не нашлась. А надо было собаку идти искать, а мысли огрублять. Да, поэтому я не думаю, что оно реально влияет на это существенным образом. Окей. Сейчас Mail.ru, который в этот раз построил на удивление некоммерческий проект. Компания Mail.ru Group представила агрегатор благотворительных организаций Добро.Mail.ru. Сервис позволяет перечислить пожертвования или подать заявку на участие в волонтерском проекте. Все благотворительные организации, представленные на портале, прошли экспертную проверку. Почему? На удивление, потому что, ну, как правило, Mail.ru такой очень трезвый, четкий коммерческий расчет. Тут вот такая красивая история, несомненно. Перечислить средства можно в системе Деньги Mail.ru, платежом Ки, Яндекс.Деньгами, мобильным платежом при помощи банковской карты и так далее. Я пробовал, и, в общем, я, честно говоря, в очень хорошем впечатлении. Ваше мнение, Роман? Ну, во-первых, это отличный проект. Просто прекрасный, правильный, своевременный. Более того, он своевременный по двум вещам. Первое, потому что, ну, Mail.ru большая компания, и то, что называется социальная ответственность, вещь важная и нужная. Во всем мире, как бы, все, что касается социальной ответственности, очень быстро развивается. А второе, они решили очень важную проблему недоверие в социальных сетях, недоверие благотворительности. Да, да. Потому что, там, я как человек, который довольно часто и много переводит разных денег или в фонды, или точечно на какие-то истории, да, неоднократно нарывался на рассказы людей, которые что-то сделали, а потом выяснилось, что это были мошенники. Вот если Mail.ru эту проблему в рамках «Добро Mail.ru решил», то это колоссальный просто скачок вперед. Это прорыв. Абсолютно. Абсолютно. Потому что без этого с каждым, там, днем, каждым месяцем мы бы теряли доверие и люди бы вообще перестали этим заниматься. Коротко скажу слушателям, те, кто не видел, значит, это такой агрегатор благотворительных фондов и инициатив, так скажем. Площадка, которая проходит, куда они приходят проходят некий юридический и репутационный отбор, что критически важно. То есть Mail.ru выступает таким гарантом того, что все, что там представлено, это действительно реально существующие благотворительные организации, которые тратят деньги на те цели, которые они заявили, и реально существующие благотворительные проекты или инициативы. Организация, пройдя отбор, получает личный кабинет на портале, сейчас который может работодателями, которые выразили желание помочь делам каким-либо, собирать деньги, а также размещать на сайте важные новости об организации. Ну, в общем, шедеврально, Дмитрий, да? Да, я был на прошлой неделе как раз на презентации, и вот что еще приятно, что этот проект, он родился внутри компании, да, он из сотрудников, из некой инициативы сотрудников родился, и там, собственно, был Дмитрий Гришин, который весь, в общем, светился и радостно рассказывал об этом. То есть это продукт, который они родили, так сказать, не в муках, да, в коммерческих, а все-таки он как-то приятно так вот вышел. В принципе, его сделать-то было несложно. И тебя любви такое. Он технически, не то чтобы это какая-то там технология, да, ноу-хау какой-то. Да, конечно. Потому что надо было взять и сделать. На базе существующих фреймвоков они это построили действительно быстро очень. Да, там есть какая-то команда из двух-трех человек. Ну, понятное дело, что там задействованы все программисты, там, Илая, юристы и так далее, но есть небольшая команда. В общем, здорово. Мы просили комментарий Мэйла и нам его дала Ксения Чимоненко, пиар-директор Мэйл.ру.групп. У нас уже, на самом деле, планов достаточно много. Мы уже знаем, что мы еще хотим с точки зрения просто пользовательских сценариев от сервиса. Мы точно знаем, что мы хотим делать этот сервис массовым, популярным. Он и задумывался как массовый популярный сервис, который мы можем сделать благодаря тому, что у нас огромная аудитория. И это привилегия, и этой аудитории мы можем что-то сказать кроме своих обычных вещей. И, собственно говоря, проект Добро Мэйл.ру это способ донести наше отношение к личной ответственности за то, что происходит и к помощи вообще. Ну, не могу не для справедливости не сказать то, что комментарий дает пиар-директор. То есть, конечно, это в том числе и хороший пиар для Мэйла, социально ответственным быть ныне модно, а не крупная корпорация, им нужно какую-то ответственность заявлять. Ну, в общем, тут, получается, все цели сосредоточены. Даже коммерческие, получается, тоже как-то немножко вписались. Хотя проект, подчеркиваю, строго некоммерческий. Значит, на Брест-конференции было заявлено, что компания хочет, чтобы боготворительность стала массовым явлением, с чем Добро Мэйл.ру будет продвигаться при помощи баннерной рекламы на сайтах Мэйл.ру.групп. Возможно ли вообще сдвинуть сознание, Роман, с твоей точки зрения, если ты тем более занимаешься боготворительностью более-менее системно, люди действительно скептически относятся в России, в Рунете, в частности, к этим инициативам. Действительно многие, ну, не знаю, многие ли, я слышал истории, так скажем, об обманах. И, с одной стороны, наверное, это правда. С другой стороны, эти истории, хорошее оправдание, не давать деньги. Ну, говоришь, ну, точно ведь обманут. Высокая вероятность. Поэтому не буду давать вообще. Не буду в это дело вписываться. И здесь подобный проект, который, за который ручается своей репутацией крупная компания, действительно возможно решение. Без сомнения. Без сомнения, во-первых, это А, решение, Б, Интерфейсы. Можно, 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 массовое сознание. Абсолютно, ну, нельзя сказать, что легко. Массовое сознание, в принципе, никогда легко не сдвигается. Да, но это одна из тех вещей, которая за счет ресурсов Mail.ru, за счет возможности Mail.ru договариваться с другими компаниями, возможно. Договариваться с другими банками, договариваться с кем угодно, о том, что необходимо эту тему поддерживать и развивать. И главное, не терять, ну, вот здесь очень важно не терять скорость движения и вот этот вот постоянный поток, да, чтобы это всегда было на устах. И тогда через год, через два, через три количество пожертвований в размере там 300, 500, тысяч рублей, то есть то, что люди могут сделать, ну, вот сегодня. Легко, как чуть-чуть пальцев. ты как менеджер, который строит сам интерфейсы различных сервисов. Я смотрю, что они сделали то примерно, что, скажем, сейчас требуют от, ну, просят от правополадателей. То, что дайте мне удобные интерфейсы для возможности быстро получить доступ к желанию мной контенту, чтобы я в два клика заплатил за песню и все, и ее слушал. Два клика заплатил за видео и смотрел его. То же самое, здесь два клика точно и безопасно заплатил денежку, дал на какую-то, внес небольшую цифру на операцию и все, вопрос закрыт. Очень важно, что там все-таки не только о деньгах идет речь. Там огромная часть функционала построена именно на помощи волонтеров. То есть фонд может заявить, что ему нужна помощь там юриста, кого-то, кто-то текст может просто написать в меня им и отправить. И этим просто помочь. Не только о деньгах здесь речь. А вот в контексте, это вообще мы говорили, о том, что люди-то в общем в два клика жертвовать даже, наверное, готовы. И дай бог, это раскрутится и будет довольно массовым явлением. Очень хочется верить. А вот делами-то они готовы помогать? Вот это направление будет развиваться? Я думаю, что будет. Потому что как раз, мне кажется, что очень много людей, которые готовы и хотят помочь, но у них нет денег. Или на самом деле они не верят, что деньги дойдут до адресата. А вот дела до адресата точно дойдут. Это не первый благотворительный сервис в Рунете. Существуют порталы, где пользователь может собирать деньги на социальные проекты. Но действительно, важно сказать, что они, как правило, малые, в лучшем случае средние. Здесь все-таки масштаб важен. Да. И вопрос доверия для большинства встает в полный рост прямо с хода на главную страницу. Типа вот эти люди, им можно доверять или нет? А как я могу определить, возможно ли это или нет? Вот мейл это реально решает, а это огромное дело. Это как в банковской сфере. Да, вот репутация банка это первое. У него могут быть там неудобно находящиеся отделения, у него могут быть тупые, не очень расторопленные операционисты. Но вот если есть репутация устойчивого механизма, все, это вот половина, если не больше, если не 90% успеха. Интересно, сделает ли что-то Яндекс подобное? Да. В ответ, просто мне... У них есть уже движение похожее. Они весной анонсировали Яндекс.Деньги, подобный сервис. Там можно было чуть ли не из Твиттера жертвовать. Но здесь была больше речь о краудфандинге. Напомню, что Яндекс.Деньги сегодня уже не очень Яндекс, это больше Сбербанк на 75%. И, в общем, наверное, определенные такие метастазы Сбербанка туда уже прошли. И, ну, как бы, другая энергетика немножко уже в компании, другие цели. Хотя Сбербанк, он тоже обновленный ныне. Но, тем не менее, действительно ведь логичнее было бы, чтобы это Яндекс выпустил? Как-то даже странно, что они этого не сделали. Что значит логичней? Да, нет такого логичнее, чтобы выпустить Яндекс. На самом деле, за последние несколько лет мы очень сильно изменимся. Я тебе объясню. Вот давай это в контексте реального разговора. Ну, вот, отраслевое, если совсем огрублять, огрублять очень предельно. Мэйл — это такой чистоган и гонка за прибылью, а Яндекс, он такой социально ответственный, белый и пушистый. Ну, и тоже, конечно, деньги зарабатывает. Ну, во-первых, может быть, именно поэтому вся эта история родилась внутри Мэйл.ру, потому что, как бы, сотрудникам, которым, ну, для которым это было важно, им захотелось это сделать. А внутри Яндекса есть ощущение, что, ну, мы и так хорошие, чего еще лучше-то делать. Это раз. А во-вторых, на самом деле, сори, просто, вот как хэдхантер, я за последние, там, три года вижу, что команда в Мэйл.ру стала, ну, во-первых, Мэйл.ру стал существенно более привлекательным работодателем, чем три года назад. В Мэйл.ру хотят сильно больше работать. Он имеет лучшую репутацию. Не лучше, чем у Яндекса, а просто лучше, чем раньше. Существенно лучше. Они очень сильно усилились. Там стали лучше люди, сильнее команды. И это, на самом деле, на то, что они делают, какой продукт они делают. Да, ну, это тоже, если возвращается снова в мир Чистогана, то подобного рода инициатива, особенность, она хорошо разовьется, а дай-то бог, оно и случится, она действительно повлияет на возможность Мэйла нанимать ответственных, сильных, таких, имеющих, умеющих идти за идеей людей. А это очень важно. Ну, свыше какой-то суммы, как мы знаем, человеку уже не настолько важен вот этот прирост в деньгах, да, как бы, свыше уровня потребления. Поэтому людям важно работать с компанией, которые творят что-то правильное, особенно, если для них это как-то важно. Вот этим проектом Mail.ru выиграл, на самом деле, по всем фронтам. Да, абсолютно. Вообще чудесно, что такие проекты на сегодня становятся, ну, как, опять-таки, грубо скажу, модными, потому что они действительно важны и полезны, они просят реальную, ну, не просто пользу, они жизни спасают, в конечном счете, нередко. И в то же время они влияют на пользу, увеличивают ей беду, в конце концов, у компаний. Дам цитату Гришина, генераль-директора Mail.ru Group, которая приведена в пресс-релизе. Нашими сервисами пользуются 62 миллиона пользователей, это 93% аудитории Рунета, и мы, безусловно, чувствуем ответственность за его развитие. В современной России пока не выработалось однозначного отношения благотворительной сети, в то же время многие нуждаются в помощи. Мы вложили в проект Добро.Mail.ru свой опыт разработки массовых интернет-продуктов, чтобы помочь интернет-пользователям делать добрые дела. Ну, чудесно. В общем, обсуждение новости мы прямо вот исходили в комплиментах автору новости. Собственно, автору. Добро, оно и есть добро. Да. Ну, хорошо, когда оно делается вот так вот красиво, грамотно, и по всем фронтам это здорово и правильно. Хорошо. После выпуска новостей от коллег из новостной службы пообсудим новый проект создателя ВКонтакте Павла Дурова, а также то, является ли он копией американского проекта. Ну, что ж, продолжаем. Рунета сегодня программа о главных событиях ушедшей недели в области виртуального. Мы вместе с коллегами обсуждаем то, что любопытного произошло, ну, и даже не столько важно обсуждаем, сколько, и констатируем, сколько пытаемся понять, а что бы это значило. Расставить определенные акценты и повернуть новости в том виде, в том ракурсе, который был бы наиболее показательным с точки зрения ее дальнейшего развития и жизни отрасли в целом, ее влияние, этой новости, на жизнь интернета, цифрового пространства. Программа от 19 августа 2013 года. Слушайте нас как на радиочистоте о прямом эфире, то, что вы делаете, возможно, сейчас, или в подкасте, то, что делаете вы, возможно, сейчас, обращаясь к невидимому и неведомому слушателю. И то, и другое верно, и то, и другое делать нужно, необходимо, чтобы быть всегда в курсе. Меня зовут Максим Спиридонов, эксперт выпуска, Дмитрий Чистов, главный редактор журнала «Интернет в цифрах» и издатель «Зеронетком», и Роман Тышковский, партнер и руководитель практики медиа компании «Оджерс Бернстон». Коллеги, давайте для начала, ну, до того, как новость обсудим следующую, прежде чем к ней перейти, проведем ревизию существующих на сегодня способов быстрого обмена короткими сообщениями. Программ, которые, как правило, называют мессенджерами, ну, и того, что сопутствует. Роман, ты вот начни с чего-нибудь. У меня стоит на компьютере Skype, у меня до сих пор стоит Айска, через Адиум у меня стоит Google Talk. Ныне Google Hangouts. Наверное, он тоже подключен к Адиуму, поэтому я не знаю. Так. Вот. И Viber. И Viber. Да. А на телефоне, помимо iMessage и смс, которые есть в айфоне. WhatsApp. WhatsApp, естественно. Да и все. И, в общем... Facebook. И Facebook. Facebook мессенджер. Короче, в общем, много всего и непонятно зачем. Чертов ступи, да. Основная проблема, что ты забываешь, где кто что написал. Вот. И потом поиск. А еще же есть e-mail, которые тебе пишут, в общем, примерно, ну, там, тоже одной фразой. Да. И вот как во всем этом разобраться довольно сложно. Ну, и с вчерашнего дня еще один мессенджер. Ну, да. Сейчас, собственно, послушаем про новое детище основателя ВКонтакте. Создатель соцсети ВКонтакте Павел Дуров представил мобильный мессенджер Telegram. Подобно коммуникационному сервису WhatsApp, приложение позволяет обмениваться текстовыми сообщениями и пересылать файлы. Интерфейс Telegram также схож с американским аналогом. Надо сказать, что мессенджер при американской компании Дурова, Digital Fortress, и никак не связан с ВКонтакте. Ни мессенджер, ни сама компания. О поводу того, что компания полностью отделена от ВКонтакте, мы, надеюсь, успеем поговорить еще отдельно. А сейчас начнем, собственно, про мессенджер. Успели посмотреть и попробовать, Дмитрий? Да, в общем, мое мнение, что он, конечно, ладно, скроен, он быстро работает, и это еще раз доказывает, что Павел Дуров умеет привлекать чемпионов по программированию, но так это мессенджер и мессенджер. Вот никакого УТП, который бы я сказал вау, и он отличается от других и заставит меня перейти на него, я не обнаружил для себя пока. А ты, Роман? Ну, я вчера в ночи его загрузил, когда уже прошла вот эта основная волна обсуждения мессенджера и посмотрел количество друзей, потому что у меня записная книжка это порядка полутора тысяч человек в телефоне. Он сразу подкачивает всех, кто... Ну, понятно, так же делают WhatsApp, Viber и так далее. Да. Используют как идентификатор номер телефона, но я просто для слушателей скажу. Вот, и значит, у меня примерно, я так не считал вручную, ну, наверное, человек 30 из полутора тысяч скачало телеграмм, может быть, 35, да. И это, естественно, только русская аудитория, да, хотя ориентирован он только на Америку. Ну, не только на Америку, а на англоязычную аудиторию. Преимущественно, так скажем, позиционируется, да. Вот, поэтому я тоже, как и Дима, не нашел в нем ничего нового. Я не понимаю, что такое быстрый мессенджер, да, у меня и WhatsApp быстрый мессенджер, и Viber быстрый мессенджер, я не понимаю, чем он быстрее, чем остальные. Вот, по камере для меня полностью устраивает качество WhatsApp по скорости, да, и если он ушел на полсекунды быстрее, я не думаю, что это изменит мой мир. Дмитрий, а твой мир как? Поюзай Skype на айфоне. Ну, Skype, согласен, нет, Skype все-таки... Узнаешь, что такое небыстрый мессенджер. Скайп можно поюзать еще на андроиде, потому что тогда будет небыстрый мессенджер, на айфоне еще куда не шло. Ну, в общем, я не понимаю вот этого УТП в виде быстрого... Уникального торгового предложения расшифровываю. Я так понял, Павел Ичора говорит о том, что он децентрализован, и поэтому... Он облачный, да. Облачный, и при всем при этом безопасность, что его сложно вскрыть, в том плане, что сложно получить доступ к твоим сообщениям. Это возможно. Вот это может быть УТП. Возможно, они будут пытаться делать ставку на безопасность, сейчас это модно. Вот эта безопасность, там, пометуя о том, что происходит в Америке, в России, спецслужбы, коварно, вскрывают переписки, в общем, творят беззаконие. И вот тут Д'Артаньян на белом коне с мессенджером. Может быть. Сервис работает по протоколу MT-протто, который создан техническим директором ВКонтакте Николаем Дуровым, собственно, братом господина Дурова. Ну и сам Павел заявляет, что Телеграмм это экспериментальный базовый мессенджер, запущенный для тех, кто участвует в конкурсе разработки версии для Android. Эта версия должна появиться уже через месяц. Вот такое вот заявление прозвучало после того, как мессенджер довольно громко вышел. Интересно, кстати говоря, вот это вот заявление было сделано после того, как он увидел обвинение в, по сути дела, плагиате, потому что одно из громких заявлений вокруг этого выхода это то, что создатель WhatsApp на сегодня лидирующего приложения аналогичного абсолютно сказал, это клон, ты у меня практически украл интерфейсы. И вот это был шаг назад Дурова, типа того, что мы вообще-то не делали продукт коммерческий, мы просто так, ну, потренировались. Или это реально так, как ты думаешь, о чем? Дурова уже ответил на это выступление у себя во ВКонтакте, он написал, что, друзья, конкуренция, есть конкуренция, да, вот раньше он продавал это за доллар, мы сделали то же самое, только бесплатно, да, мы сделали то же самое, только от облачной и быстрее, теперь ему придется помучиться, чтобы сделать такой же сервис, как наш. Ясно, Дмитрий, скажи, пожалуйста, а почему все-таки господин Дуров был не нарисовать свои интерфейсы, для этого вообще непонятно, зачем было так, ну, почти буквально передирать ватсап, для того, чтобы предсказуемо вызывать такой вот негативный отклик с их стороны, недовольство с их стороны. Ну, с одной стороны, в принципе, это вполне себе нормальная стратегия выхода на рынок продуктов, да, и вполне себе многие компании делают сервисы просто похожие на другие, да, и обвинения там в адрес ВКонтакте когда-то были, да, по поводу того, что это клон Фейсбука, а с другой стороны... Он показал последовательность определенную, то, что он берет успешный коммерческий продукт из Америки, его копируют практически точка в точку. Ну, так получается же. Ну, как, ну, посмотрим, как это будет развиваться. Я не верю в коммерческую успешность. Что такое украсть интерфейс? Что такое украсть интерфейс? Ну, они все примерно одинаковы, на самом деле, эти мессенджеры и выглядят. то есть, изобрести велосипед второй раз сложно. Как говорил кто-то из великих, или шутил, да, новые песни пишут те, у кого старые плохие. Да, вот, как бы, вот эта история про Павла и мессенджера. Я тоже согласен, что, как бы, интерфейс, как бы, вещь, ну, не самая важная для, то есть, не единственная, которая важна для мессенджера. Да, вопрос, что еще они сделают, и на самом деле, для чего это? Это, как бы, старт для какой-то платформы дальнейшей, да, которую он будет строить, или это просто мессенджер ради мессенджера? Ты знаешь, мне вот почему-то не понравился в этой истории вот именно факт копирования, повторного копирования. Я стал задумываться, ну, после вот, статка, который я сейчас приведу, стал задумываться о том, что, получается, Павел так, ну, плохую услугу оказал репутацию Рунета в целом. Сейчас объясню, почему. Значит, создатель WhatsApp, ну, того приложения, которое во многом повторил, повторили интерфейс мессенджера Дурова, Ян Коум в комментариях к ОСРУ о мессенджере Телеграм сказал, Павел Дуров умеет только копировать такие продукты, как Facebook и WhatsApp. У него никогда не было оригинальных идей и не будет. WhatsApp самый популярный мобильный мессенджер в мире, им пользуются больше 300 миллионов людей, и наш продукт работает на семи разных платформах. Ну, суть не в этом. Он действительно такой гневный комментарий, никогда не было оригинальных идей, мы не знаем, были или не были, но вот мне нравится, повторюсь, следующее, то, что действительно одна из ведущих социальных сетей Рунета, фактически одно из знамен Рунета, которое видно, получается, и снаружи. Оно клон Facebook. Вот сейчас запускается громко этот мессенджер. Он клон, ну, по крайней мере, по заявлениям, по слухам и обсуждениям в отраслевой прессе получается клон WhatsApp. То есть, Россия, получает такой флер страны вторичной, клонирующей идеи, хотя на самом деле это не совсем так. Отрасль у нас в этом смысле довольно оригинальная. Тот же Яндекс, тот же Mail, в конце концов, это самостоятельные довольно сильные корпорации. Ну, справедливость ради ВКонтакте сейчас уже далеко не является клоном Facebook, да, и несмотря на то, как он запускался, да, там, можно спорить про это, сейчас является, ну, существенно другим ресурсом, ну, так же, как Яндекс и Google выполняют одну функцию, именно ищут, ну, как бы базово, да, но это разные ресурсы с разными механизмами, алгоритмами и всем остальным. Тебе не кажется, что это повлияет негативно на репутацию Рунета в целом? Я думаю, что на репутацию Рунета в целом влияет столько всего негативного, что запуск Телеграма, да, это вот, правда, меньшее из зол, абсолютно, да, я, более того, то, что в России запускаются проекты, о которых говорят люди во всем мире, это тоже, ну, некий знак. Который проклинают. Интересно, сколько, сколько мессенджеров было запущено похожих на WhatsApp за последний год. Я специально посмотрел в iTunes, да, ну, еще, там, 40 мессенджеров похожих интерфейсов ты можешь скачать. Почему-то не по поводу ни одного из них, как зовут нашего друга из WhatsApp? Ян Коум. Да, Ян Коум не выступал, да. Мы просто, может, не знаем, может, он по каждому случаю выступал. По каждому случаю, да, у него как бы базовый такой, базовый текст. Дмитрий, тебе как кажется, вот это вот не влияет негативно на Рунет? Я думаю, что нет, на самом деле, ну, в общем, и я не уверен, что это как-то громко выстрелило на Западе, так что все почесали репы, сказали, опять русские что-то у кого-то украли. Я совсем не думаю, что это так. Это у нас громко говорят, что это запустил Павел Дуров. Сказать, что какой-то мощный пиар идет и продвижение этого за рубежом, посмотрим, может быть, начнется, может быть, все-таки, поскольку они хотят вывести на международный рынок продукт, может быть, действительно будет какая-то мощная промо, и тогда начнут говорить на Западе. И совсем коротко, вот о той теме, которую я затронул в начале. Не кажется ли вам, что это вот компания Digital Fortress, мессенджер, который никак не связался в ВКонтакте. И вообще активность Дурова вне ВКонтакта, это некая подготовка запасного аэродрома. На случай, если вдруг его, как миноритарного акционера, теперь просто турнут из компании. Ну, в качестве бреда, разумеется, сейчас я ничего не знаю, никаких слухов не слышал, но тем не менее. Я не думаю, что это будет так. Я думаю, что у Павла в России довольно большое и интересное будущее. Просто для него это тоже интересный проект. Да, я думаю, что будут еще какие-то наверняка продукты от Павла и сервиса, и совершенно не значит, что это какие-то аэродромы по поводу того, что он потеряет ВКонтакте. Ну что ж, хорошо, коллеги, увы, надо заканчивать, к сожалению. На этом все. Меня зовут Максим Спиридонов. Слушайте наш дайджест главных событий онлайна каждый понедельник. Подписывайтесь на подкаст сегодня через iTunes или на сайте Финам.ФМ. На этом все. Всего доброго и пока. Чисто. Игорь Негода. Продолжение следует...